Майкл Мелехов Рад приветствовать вас в нашем эфире. Аркадий, спасибо. Начинаем. У нас сегодня обширная программа. Я надеюсь, у нас есть уже человек, который мне помогает, и которого очень многие наши радиослушатели ждут. Да, это Эльза Хопотниковская. Аркадий помогает априори у нас. Это мы Эльзе помогаем, а не Эльзе нам. Это мы помогаем Эльзе, да. Мы друг другу помогаем. Спасибо вам большое. Мы все друг другу помогаем. Да, и сейчас будем искать тайну, тайну. Сегодня программа посвящена нашему такому очень известному человеку и его еще более, по-моему, известному роману. Человека зовут Михаил Булгаков. Роман называется «Мастер и Маргарита». Ну, наверное, пожалуй, самый известный роман. Ну, а почему Эльза? Дело в том, что Эльза была в свое время директором дома-музея «Нехорошая квартира». Сейчас она об этом будет сама рассказывать. В течение многих лет она была. Ну, и там происходили совершенно удивительные вещи в этой «Нехорошей квартире». Вообще-то говоря, в этой же квартире он писал свой бессмертный, можно сказать, роман. И с этим связано очень много каких-то тайн. Я правильно... Во-первых, Эльза, здравствуй. Я рад приветствовать тебя в эфире. Да, приветствую, Майкл. Приветствую, Аркадий. И всех слушателей приветствую. Я тоже с большим удовольствием. Ну, я была не директором. Это слишком сильно было бы сказано, потому что... Ты была больше, чем директором. Это мало сказано. Ну, да, конечно. Я была богиней. Да, да. Ангелом квартиры. Да, нехорошим, да. С таким тёмным ангелом, но и с сына-ангелом. Там периодически, кстати, возникали такие Маргариты и Геллы. Серьёзно? Да, конечно. Обязательно. Особенно... Ну, Маргарита, ладно. Геллы. Да, Гелла, да. Особенно в последнем фильме Гелла так поразила этого, который появился на пороге. Да, своим внешним видом. Ну, своей обнажённостью, скажем так, да. Ну, я была директором по культурным программам, потому что на самом деле музей нехорошая квартира. Он существует уже достаточно давно, и на его базе создан был фонд Михаила Булгакова. Причём фонда 2, но это уже политика, так сказать. Я не буду уточнять, как назывались, как назывался каждый из фондов. Но один из фондов был организован именно на основе этой квартиры, нехорошей. И он был выборным, этот фонд. Ну, то есть совет у него существовал. А я была наёмным директором только лишь по культурным программам. Да, в течение нескольких лет, начиная с 1997 по 2001 год. И, да, мы слушаем внимательно, причём. Да, я продолжаю, да, продолжаю. Ну, во-первых, конечно, место мистическое, никому, наверное, не надо об этом рассказывать. Оно было просто наполнено легендами всевозможными и духами людей, которые там перебывали, соответственно, самого главного Михаила Афанасьева, который там жил с 1921 года. Это квартира из десяти комнат. Она была общежитием высших женских курсов в своё время. И Булгаков, который не эмигрировал за границу только потому, что он себя считал русским писателем. Он был против советской власти категорически. Он ненавидел её. И всегда вот эти слова профессора Преображенского, которые были, простите, написаны на двери в туалет в этой квартире, ну и не только при мне, а вообще, что разруха не в нужниках, а в головах. Это вот его, так сказать, главные слова по поводу того строя, в который он фактически въехал в 1921 году в Москву. Но он себя считал русским писателем и во всяком случае декларировал то, что он не может жить за границей, потому что он русский. И ему нужно быть в России и писать в России. Эльза, я прошу прощения, я на минуточку прерву. Всё-таки нам надо было бы объявить наши телефоны, наши координаты, куда, дорогие радиослушатели, вы, которые наш приоритет. Естественно, поскольку мы сейчас общаемся в радиорезонанс, вы можете задавать, тем не менее, ваши вопросы по поводу ваших личных персональных ситуаций. Мы с Эльзой будем это рассматривать. Ну и у нас есть группа радиослушателей, которая всё-таки слушает нас на интернете. Это канал Центра Сангейтс. И если у кого-то есть такое желание, вы можете позвонить после эфира. Мне по телефону 847-226-9956. Я вам расскажу, как можно это слушать, эти передачи, поскольку Эльза Хопутниковская выступает у нас довольно часто на нашей площадке Центра Сангейтс в Ютьюбе в реальном времени с реальными слушателями, зрителями, точнее. Там видно, это видеокартинка. Пока мы сейчас беседуем в аудиоформате. Ну, ещё раз, телефон такой 847-498-3367. Телефон, смс 847-595-0904. Чикаго 13.30 АМ. Можно найти в интернете и слушать по интернету. Качество там будет, возможно, лучше, чем по радио. Там помех, во всяком случае, нет. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, мы будем отвечать. Эльза будет отвечать. Эльза, ты можешь продолжать, да? Да, я могу продолжать. И я хотела сказать, что если театр начинается с Вишелки, как говорил Станиславский, то квартира Булгакова начиналась с лестницы. Она, собственно, находится на четвёртом этаже, в Большая Садовая 10. И к ней, соответственно, вела лестница, которая вся была расписана. Её несколько раз закрашивали. Ну, не лестницу, а стены парадного. Но всё же люди умудряются сохранять фотографии, где очень много надписей на стенах, рисунков о любви, признаний в любви. Потому что всё-таки мастер и Маргарита ассоциируются и с мистикой, и с любовью. Ну, даже с любовью, может быть, в первую очередь, как с главной магической силой, которая присуща человеческой душе и которая позволяет настоящая переживаемая любовь, если не дарует вечной жизни, то хотя бы вечный покой. И как она, собственно, была дарована мастеру и Маргарите. Но, Эльза, у меня к тебе вопрос. Тем не менее, сам ведь Михаил Булгаков, он не такую же долгую жизнь прожил. Было ли это связано, допустим, с самим романом? Вообще вокруг Булгакова проходили какие-то мистические вещи с ним самим и с его жизнью, что, в общем-то, нашло в отражениях в его повесях и романах, и рассказах в том числе. То есть он был достаточно больным человеком, по-моему, да? Да, он был нездоровым человеком. Он получил наследственное заболевание почек, почечная недостаточность по отцу, ярко очень выраженная, и даже в своё время его не призвали в армию в связи с этим. Хотя он участвовал в некоторых военных действиях в 16-м году, там, что-то около того. Сейчас абсолютно точно не помню, но его не призывали в связи с тем, что он был не вполне здоров. Но как фельдшер, как врач, он участвовал в военных действиях боевых, а потом просто работал врачом. Но амнистическая сторона его жизни, во-первых, он родился в семье преподавателя, доцента Духовной Академии. Говорят, ну, я не помню чей-то посыл, не могу точно сказать, но говорят, что в семье священников рождаются посвящённые люди. И я в этом даже не сомневаюсь, потому что священники настолько хорошо знают Библию, Ветхий Завет, Новый Завет, святых отцов, апокрифы и так далее, что они, в общем, знают религию со всех сторон, во всех её гранях, и закулисную её часть, наверное, тоже знают очень хорошо. Поэтому, конечно, Булгаков вырос в обстановке, у него и мать была преподавательницей, в интеллектуальной очень обстановке он вырос и знал великолепную историю, и не только. Ну, ты знаешь, вот я посмотрел его дату рождения, и я вижу, даже если брать по старому, по новому стилю, скажем, 15 число и 3 число мая месяца, то и в той, и в другой дате у него от природы вообще здоровья нет. И вот интересно, опять же, для наших радиослушателей, если мы видим, вот для чего нужна такая информация или консультации с людьми, которые могут это определить. То есть если человек рождается, и у него видно в его карте проблемы с каким-то, скажем, физическим здоровьем, с этим надо разбираться. И если оно уже проявляется, то, конечно, очень сложно после этого сражаться. Поэтому он и, в общем-то, употреблял морфий, чтобы заглушить эти боли, что, в общем-то, нашло отражение в его рассказе, да? Это же тоже знаем, когда от этого избавиться, ну, очень и очень тяжело, это наркотик. Да. С этим вообще была интересная история. Ну, якобы он заразился от ребёнка корью. Другая версия, что он для того, чтобы не заразиться, употреблял лекарства, прививки сделал себе неудачно. И эти прививки вызвали у него страшную аллергию, которую он гасил этим самым морфием. И, кстати, к морфию он вернулся и в последние годы своей жизни, вернее, в последний год, потому что его мучили опять боли в почках. Но самое главное, что он до 24-го года употреблял морфий. И, естественно, под морфием состояния его бывали весьма интересными. А его первая супруга, Татьяна Лаппа, его как раз отучила от употребления морфия. Она добавляла ему в морфий дистиллированную воду, постепенно увеличивая дозу. И потихонечку она его сняла с наркотика. Правда, у него были страшнейшие панические атаки. И он боялся, например, выходить из дому какое-то время. Но выходил всё равно, потому что жизнь заставляла. Он же хотел быть писателем. А для этого ему приходилось писать фильетоны, статьи, бывать во всевозможных редакциях. Поэтому, конечно, он выходил, но просто очень сильно боялся. И эти страхи порождали в нём фантазии необыкновенные, необычайные. И эти фантазии он воплощал, естественно, в своих произведениях, и в «Роковых яйцах», и в «Диевалиаде», и в «Мастере Маргарите», и, конечно же, в «Собачьем сердце». Ну, и в Иване Васильевиче, который меняет профессию, на самом деле, потому что и здесь очень много мистики. Леонид Гайдай очень аккуратно обратился с замыслом Булгакова и изменил только время событий, перенёс их в 70-е годы. Но ведь Булгаков написал полностью Ивана Васильевича, который меняет профессию в 20-е годы. И, скажем, ну, Алексей Толстой ещё мог бы потягаться с Булгаковым в плане фантастики. Но у Булгакова была не просто фантастика, это была глубокая мистика. И вещи, которые просто впечатляют душу, просто начинаешь действительно понимать, что мир гораздо объёмнее, чем часто то, что мы видим. Да, вот что касается, ну, про Морфий я уже сказала, что его первая жена помогла ему избавиться от этой зависимости. Но когда Булгаков познакомился со своей последней, третьей супругой Еленой Сергеевной, Шиловской, Нюрнберг, которая стала вот в 31-м году, в 32-м его супругой, он ей приготовил подарок. Ну, у них завязалась любовь очень быстро. Елена Сергеевна была дамой непоседливой, но, скажем так, как мистическая сторона тут очень тесно переплеталась с практической. Надо не забывать, что Булгаков был тельцом по гороскопу, а Елена Сергеевна, насколько я помню, была девой. В Википедии написано, что она родилась 21-го октября, но, насколько я помню и, надеюсь, не ошибаюсь, она родилась 21-го сентября. То есть она дева была. Они были люди земные, земных знаков, практичные люди. Даже по старому стилю они всё равно попадают в знаки земли. И Елена Сергеевна, ну, Булгаков, во-первых, первый раз женился на Татьяне Лаппе, которая фактически обеспечивала его жизнь материальную. У неё была толстая золотая цепь, которую ей подарила мать. И она отрывала от этой цепи по звену, и они сдавали в ломбард и на это жили. У них были проблемы с деньгами с самого начала их семейной жизни. Я к чему это веду? К тому, что Булгаков человек был достаточно материалистичный, несмотря на всю свою мистику. И ему всегда не хватало денег. Он всегда стремился к богатству. И очень болезненно переживал ситуации. Он был человеком порыва. И если ему не хватало денег на то, чтобы поехать на извозчике, он мог, скажем, отдать извозчику своей часы или какую-нибудь ценную вещь, только для того, чтобы воплотить вот такой вот замысел. Это даже замыслом нельзя назвать. Но принцип, да, вот жить красиво. И Татьяна Лапа ему в этом помогала. Когда они оказались в Москве, в послереволюционной, в голоде, они торговали картошкой, пудрой и жили в этой самой нехорошей квартире, в которой, как я уже сказала, было 10 комнат. Но именно Татьяна Лапа смогла обеспечить жилье в Москве, потому что ее сестра была одной из сотрудниц этих женских высших курсов. И у нее была комната в этом общежитии, принадлежала ей. И она пустила Булгаковых, Читу Булгаковых в эту квартиру. Но квартира была, как положено, советская коммуналка уже на тот момент. И в ней проживал милиционер со скандалисткой, женой, которая постоянно закатывала сцены ревности ему и требовала от него каких-то там красивых одежек. Самогонщица Дуся, она реально гнала самогон в одну из комнат этой квартиры. Насколько я помню, вот от входа левая комнатка небольшая, а вот там жила эта Дуся, и она гнала самогон. И несколько еще персонажей не менее веселых. Интеллигенция там не жила. А вот Булгаков только со своей первой супругой Татьяной были интеллигентными людьми. И Булгакова дико пугало окружение, в котором он находился, тем более, что он действительно не воспринимал советской власти и стремился благополучно жить. А тут убожество, нищета, отсутствие даже элементарной еды, не говоря уже об удобствах. И особенно болезненно он переживал грубость, хамство, мат. Вот когда во дворе, например, собственно, считается, что у кота-бегемота есть прообраз. Это собака Булгакова, очень умный пес, которого звали Бегемот. Но есть и другая версия, что Булгаков, проживая в этой нехорошей квартире, наблюдал, как один пьяный работяга из его же квартиры пнул сапогом котенка черного в брюшко и разорвал ему живот. Булгаков подобрал этого котенка, выходил его. И как бы это был прообраз Бегемота, кота-бегемота, потому что в «Мастере и Маргарите» Булгаков вывел очень многих обиженных в качестве персонажей, мстящих, обидчикам. То есть Азазелла, Бегемот, Коровьев, Фагот, Маргарита, мастер. Ну, собственно, мастер никому не мстил, а вот Маргарита, прообразом которой являлась Елена Сергеевна Шиловская, супруга последняя Булгакова, она очень даже мстила. И мстила она критикам. Булгаков, кстати, собирал вырезки из газет, в которых критиковали его пьесы. И из этих вырезок 246 было пасквильных, ругательных, и только три похвальных. Булгакова вообще сильно не любили. Маяковский его не любил. И Булгаков через, ну, скажем, вот я сегодня смотрела замечательного Гарри Поттера и наслаждалась тем, как он наказывал своих обидчиков. Так вот, Булгаков был вот такой вот мальчик до последних дней своей жизни, который, не всегда зная, как ответить на грубость, на хамство, на жестокость, он пытался вот через свой роман и через свои романы мистические наказать необычным способом тех людей, которые оскорбляли в первую очередь его, во вторую очередь, конечно, его супругу, ну и вообще тех, собирательные образы тех, в ком он видел все самые отвратительные проявления человеческой сущности, алчность, ну, чего стоит только сцена, да, с деньгами, которые падают на... Интересно. Эльза, извини, пожалуйста, я тебя перебью. У нас есть пару вопросов, персональных вопросов, все-таки, ну, вот это от наших радиослушателей. Ну, один вопрос, я не могу... Я не знаю, о чем идет речь, то есть Александр или это мальчика имя, но о чем идет речь, есть только дата. Поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, уточните вопрос. Ну, полагаю так, что это речь идет о предназначении, но тем не менее, я хотел бы уточнение. А вот следующий, речь идет о молодой женщине, зовут Татьяна. Татьяна, она родилась 6 марта 1973 года. У меня написано 6-3. Ну, надеюсь, что это 6-3, а не 3-6. 6-3, значит, 6 марта 1973 года. Здоровье, личная жизнь, работа. Ну, вот все, что можешь, только недолго, конечно. Все-таки у нас, да, это интересная тема. Про Елену Шиловскую интересно. Интересно. Ну, мы вернемся, мы вернемся, да. Да, у меня много интересного. Если бы вы мне задавали вопросы, я бы, наверное, ну, меня немножко унесло в историю романа. Да. Да, значит, для Татьяны работа, здоровье и... Личная жизнь. Личная жизнь. Что я могу сказать? Татьяна довольно гармоничная дама, ну, немножко авторитарная, на мой взгляд, но как-то у нее уравновешена авторитарность и мудрость, на мой взгляд. И очень образованная, эрудированная должна быть молодая женщина. Что касается ее здоровья, я думаю, что в ближайшие пару лет, если она столкнется с какими-то проблемами, связанными со здоровьем, это будут лишь последствия ее детских заболеваний, ну, тех заболеваний, которые она переносила в детстве. Но пока я бы сказала, что ей вроде бы не о чем беспокоиться. Ну, либо этот анализ нужно делать более подробно и не в прямом эфире. Не в прямом эфире, я согласен. Да, не будем уходить в детали, поскольку я сам вижу, тут есть нюансов и достаточно много. То есть со здоровьем проблемы. Я вижу проблемы со здоровьем. Но их надо анализировать. Там их немало. И личная жизнь тоже не складывается, с моей точки зрения, потому что, ну, нету желания, не было, точнее, желания, не знаю, как сейчас, но не было желания горячего, иметь семью, а, соответственным образом, ну, тогда будет... Я даже могу предположить, почему, но это надо анализировать, конечно, более детально. Хорошо. Ну, еще раз, может быть, тогда уже, если у нас нет, да, уточнения, что с этим ребенком, мальчиком Саши, 24 октября 2004 года. Ну, у мальчика со здоровьем вроде бы должно быть все неплохо. Во всяком случае, в моем представлении, у него две четверки в коде, а четверки – это император второй и Юпитер в той системе, в которой я работаю обычно, да. То есть со здоровьем у ребенка должно быть все неплохо. Юпитер, да? Что касается... Да. Не тройка? Нет, окей. Нет, у меня в той системе, в которой я работаю, четверка. Что касается его предназначения, возможно, он должен развивать свои спортивные в дальнейшем навыки, этот ребенок, этот мальчик. И какие-то структуры военные, военизированные, возможно, полиции или все, что связано с военизированными структурами и с полицейскими, это может соответствовать его наклонностям, но еще и какие-то организации внутренней, как сказать, разведки. Нет, это слишком, наверное, я тоже убегаю вперед. Но вот то, что у нас называется ФСБ, у вас ФБИ, да, правильно? Да, ФБИ. ФБИ, да. Ну вот, наверное, это тоже ему подходит, потому что есть и хорошая эрудиция, интеллект, выдержка, и хорошие, неплохие будут спортивные данные и выносливость. Понятно, понятно. Хорошо. Уважаемый папа, наверное, да, который задает этот вопрос, или мама, обычно мамы задают вопрос. Ну, если у вас будет какое-то желание пообщаться после эфира, мой телефон 847-226-9956, пожалуйста, то ли с Эльзой, то ли со мной. Но я вижу здесь этот творческий мальчик, очень творческий мальчик, сколько, 13 лет получается, да, ну, достаточно уже сформировавшийся, то есть это уже предел воспитания, скажем так, воспитывать уже тут поздновато, тут надо уже, в общем-то, ну, уже двигаться дальше. Ну, есть тут, конечно, другие нюансы, но я согласен с Эльзой, и здоровье, и биоэнергия очень хорошая. То есть, да, действительно, он может, ну, уже не знаю, как военным, опять же, где он живёт, на какой территории, я пока не знаю, кто задавал этот вопрос. Хорошо, Эльза, давай мы продолжим дальше, и мы говорим вот о чём. Мы говорим, сейчас напоминаю нашим радиослушателям, у нас ещё есть какое-то время до рекламы, да, или у нас уже нет времени, Аркадий, до рекламы? У нас буквально 50 секунд. 50 секунд. Ну, тогда давайте вы, дорогие друзья, задавайте вопросы всё-таки в теме нашей сегодняшней программы, а тема у нас Михаил Булгаков, его творчество, роман, романы. Ну, и после перерыва, Эльза нам расскажет, было очень ситуации, мистических таких ситуаций были. Вот одна женщина, которая, да, там, в общем-то, очень интересная ситуация, да? Да, которая гадала, и вот что из этого всего получилось. Мы возвращаемся в нехорошую квартиру. Эльза, ну, вот квартира-таки, да, она оправдывает своё название, её назвали нехорошей, а кто назвал её нехорошей квартирой? Сам Булгаков или это после этого? Собственно, Булгаков. Булгаков, да? Булгаков её и назвал. То есть он писал вот эти свои там романы, постерассказы именно в этой квартире, и там происходили действительно удивительные вещи, причём самое интересное, они проходили уже в наше время, задолго после смерти самого Булгакова, то есть в наше время, в то время, когда ты как раз там и была... Всё равно-таки для меня ты директором там была. Да, пускай даже по связям. Так вот, ну, расскажи про эту даму, которая решила погадать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в эту квартиру, конечно, притягивались персонажи самые необычные. Ну, даже при мне, да, потому что, в принципе, она же существовала там уже как музей, ну, или полумузей, начиная с начала 90-х годов, её определённым образом освободили, там была мастерская художников, и её освободили под музей, но ремонтировали медленно. Но эта квартира, она вот действительно была наполнена какими-то удивительными вещами, потому что даже были люди, при которых со мной произошла удивительная ситуация, когда я заговорила не своим голосом в полном смысле этого слова. То есть я говорила как чревовещатель, да, и говорила вещи, в которых не отдавала себе отчёта. При этом мне стало по-настоящему страшно, потому что, когда не владеешь собой и понимаешь, что ты делаешь то, чего ты не хочешь, а вокруг тебя люди, которых ты знаешь, и они это видят, и у них глаза просто по тарелке вылезают из орбит. Но, скажем, я в тот момент как бы сделала некое предсказание, которое потом оправдалось, но оно было не очень приятным, не очень благоприятным. Прости, пожалуйста, предсказание было сделано в момент того, как кто-то через себя говорил? Да, да, именно, что вот это вот кто-то или что-то... То есть это не ты говорила, а кто-то через себя вещал, да? Да. Вот и как интересно. Да, вещал кто-то, причём таким слегка замедленным, да, и очень низким голосом, которым я просто не в состоянии говорить. И этому есть живые свидетели, ну, просто их сейчас, конечно же... Если бы я одного точно могу найти, он существует в моём поле общения. Даже двоих, даже двоих. Но не это самое интересное, потому что туда приходили чёрные коты, причём закрытое помещение, закрытые окна, закрытая дверь. И вдруг... Пропускная система, да? И тут кот-бегемот, понимаешь? Да. Я вхожу в квартиру, где никто не был неделю, и я точно знаю, потому что только у меня в тот момент были ключи от этой квартиры, и я, уходя, точно закрывала окна. А когда вхожу, в мои ноги трётся чёрный котёнок. Мы его тогда приручили и оставили в фонде, ну, в этой квартире. Я проверила специально все окна. Нет, я не знаю, как он проскользнул туда, и как он прожил там без воды и без еды неделю, ну, или я не знаю сколько, тоже я не понимаю. Он мог заскочить, когда я, например, уходила, да, запирая квартиру. Ну, ладно, это тоже всё на самом деле очень интересно, но не самое главное. Я познакомилась там с талантливейшим художником Ильёй. Ему был 21 год, и он... Глазунов? Я подумал, Илья Глазунов? Нет, нет, ну, не Глазунов, конечно. Не приходил. Илья Симеонов, его звали Илья Симеонов. Он был довольно оригинального происхождения. У него... Ну, ладно, не буду говорить. Не надо. Он 21 году наваял очень много картин, около 80. Он был очень талантливым. И затем, ну, у него случился творческий кризис, и он эти все картины порубил и сжёг. И ещё и сфотографировал этот акт вандализма, самовандализма и самоуничтожения. Но в дальнейшем я познакомилась... Он пришёл со своей супругой Катей. Я как раз находилась в этой квартире. Мы познакомились, очень мило поговорили. И долгое время дружили. У меня осталась от него в подарок сделанная картина «Прощание на метеоритном мосту». Он оформил к Булгакову очень красивую иллюстрированную книгу. А потом я ушла из квартиры. И на какое-то время мы потеряли друг друга из виду. И я узнала через несколько лет от его супруги, что он забрался на крышу этого дома, Большая Садовая 10, и сиганул с крыши. Убился. И очень много людей с такой изломанной, утончённой психикой туда приходили. Очень много фуфлагонов и фуфломётчиков, если так можно выразиться, тоже туда притягивались. Рокеры, китаэма, ну, разные неформалы. Но самая интересная история была, когда я участвовала в съёмках «Старой квартиры». Была такая передача до 2000 года, в которой был сюжет как раз о нехорошей квартире Булгакова. и я должна была там выступить и рассказать о музее, о квартире. И в зале человек, с которым я, собственно, выступала тогда, Игорь Лосев, толкнул меня в бок и говорит, вот посмотри на эту даму, которая сидит через два ряда, через пару мест от нас. Я обернулась на неё и увидела, что у неё порезано лицо. Он мне сказал, я тебе расскажу потом о ней удивительную историю. И уже после съёмок он мне рассказал действительно эту историю, о том, как эта дама, ну, достаточно ещё молодая, в начале 90-х годов, в конце 80-х, в начале 90-х. Она решила погадать в начале 90-х на зеркале в самой квартире, но её в квартиру не пустили. И она под Рождество пришла в подъезд. Подъезд тогда не закрывался на кодовый замок. Она к 12 ночи установила зеркало между третьим и четвёртым этажом напротив окна и задала вопрос о своей личной жизни, о том, придёт ли в её жизнь мужчина, которого она полюбит и который полюбит её, и каким он будет, какой будет её любовь. И ровно в 12 часов она получила пощёчину, мощнейшую пощёчину, которая нанесла ей рука из зеркала. То есть из зеркала вылезла рука и нанесла ей пощёчину. Ну, как бы да. Конечно, при этом никто не присутствовал, потому что при таких гаданиях никто не должен присутствовать. Но по легенде она получила мощную пощёчину, такую, что даже упала. И поняла, что любовь у неё будет сложная. Да, она также увидела и лицо человека, с которым у неё будут отношения. Ну, может быть, неотчётливо, может быть, очень отчётливо. Вы же понимаете, и Майкл, и Аркадий, и радиослушатели, что вокруг мистики есть ещё много преувеличений, легенд и так далее. Но в данном случае преувеличение не было слишком большим, потому что через некоторое время она познакомилась с молодым человеком, как она утверждала, очень похожим на того, которого она увидела в зеркале. И у них завязались очень бурные, яркие отношения. Он был кооператором, богатым уже на тот момент достаточно человеком. И у них было всё хорошо. Она была красива, он был красив. Они любили друг друга, у них были деньги. И всё шло к тому, что они поженятся и будут счастливы долго и много лет вместе. Но тут его призывают в какую-то горячую точку. И я уж не помню, честно, 90-е годы это что было, начало 90-х. Наверное, Чечня. И он, конечно, не хотел уходить, но... Начало 90-х было не только это. Начало 90-х это было... Афганистан. Я бы меня, правда, уже не было, но... Афганистан уже вышел. А? Нет, Афганистан уже вышли. Вышли, да. Но это был разгул преступности в России. Это же были в Лихие 90-е республики. Были же всякие события нехорошие. Где-то в Узбекистане, ещё где-то люди участвовали в этих страшных разборках. И он... Да. Да, он там погиб. Он, ну, как бы его призвали, он должен был уходить. И перед тем, как уйти, они провели ночь, вечер вместе, ночь. И под утро она проснулась от того, что увидела, что он на дне как бы навис с ножом. И она жутко испугалась. А он сказал, я чувствую, что я не вернусь. Ну, и, скорее всего, я не вернусь. Поэтому, ну, не доставайся же никому, и просто взял и порезал ей лицо. А, чтобы ты не вышла замуж за другого, чтобы у тебя никого больше не было, кроме меня, и чтобы ты меня запомнила на всю жизнь. И порезал ей лицо. Да, и не вернулся он действительно из той горячей точки. И вот таким образом я узнала эту легенду. Хорошо, Эльза, давай отвлечёмся от этого страшного случая и посмотрим одного ребёнка. Дети – это наше всё, как говорится. Я уже посмотрел. Там много нюансов есть, с моей точки зрения. Ну, что скажешь ты? 12 ноября 2013 года, девочка. Это нам пришёл вопрос по интернету, через канал Центра Сангейс, YouTube. Мы в прямом канале, в прямом эфире транслируем эту передачу. Дорогие друзья, ещё раз. Телефон прямого эфира 847-498-3367. Телефон смс 847-595-0904. У нас нету, да? Нет, нет. Люди слушают очень интересную программу. Хорошо, что по поводу девочки? По поводу девочки я могу сказать, что это, конечно, девочка просто бомба. Снятся кошмарные сны, кричит по ночам. Что может плохого сниться ребёнку? Это ребёнок с такой кармой, что я даже не знаю, как правильно охарактеризовать. Не стоит, не стоит, потому что я тоже это вижу. И там очень много нюансов, без сомнения. Ну, это надо родителей, с родителями, наверное, общаться, без сомнения. Там есть карма, да, серьёзная. Да, очень много. Очень много. И есть на это основания. Потому что очень, может быть, вот, когда вырастет этот ребёнок, она может быть, ну, не знаю, сложной. Она будет лидером экстрасенсов. Она будет, да, качество. Но в то же время на редкость, на редкость жёсткая. И на редкость просто-просто. То есть это, ну, не знаю. Лидер экстрасенсов. Лидер, который, да, который подчинит себе всех и вся. Ну, вот в битву, да. Она могла бы там действительно... Была такая, я помню, там одна там была такая, Джулия, насколько я помню. Вот примерно такого характера. Посмотреть на неё уже страшно становится. Понимаешь? Ну, хорошо. Дорогие друзья, мы... Пока нет ваших вопросов. Давайте вернёмся. Да, лучше вернёмся. А в квартиру только вот это вот... Аркадий, ты хотела задать вопрос, да? Ну, вообще интересно, это сам Булгаков занимался оккультизмом? Потому что или есть ли какой-то смысл в том, что Воланд говорит, когда он говорит раз-два, Меркурий во второй квартире, Луна ушла, шесть вечер, семь несчастья. Аркадий Зинаизу знает роман Булгаков. Да, на самом деле Булгаков, да, занимался оккультизмом, конечно. Он очень увлекался и астрологией, и многими вещами. Он знал каббалистические тексты, он читал. И, в принципе, он же себя позиционировал как безбожника в каком-то смысле. Да, несмотря на то, что он был из семейства духовного, и Елена Сергеевна была из... Ну, во всяком случае, мать её была из духовной семьи, из семьи духовников тоже, духовников, духовников. И Булгаков даже потребовал, ну, вернее, завещал, чтобы его похоронили без креста, и его могила, и Елену Сергеевну там же положили. Она не украшена крестом. На ней просто лежит камень с могилы Гоголя, который называется Голгоф. А почему с могилы вокруг Гоголя тоже? Мы же знаем, что там, в общем-то, он почему-то без головы. Да, с ногтями без головы. Да, вот откуда эта связь вот такая? Ну, Булгаков вообще поклонялся Гоголю. Он на него равнялся, и его идеалом был Гоголь в плане мистического подхода к литературе, к текстам, да, и в видении вообще всех деталей человеческой пси, то, что за гранью нормального восприятия. И Булгаков именно ориентировался не только на форму изложения, не только на язык, но и на смысл, на те глубины, которые Гоголь в своих вечерах, в Вии, ну, везде, даже в мёртвых душах, да, на самом деле полной мистики скрытой. И Булгаков, да, он, собственно, и пьесу Гоголю посвятил, ну, он Мольеру посвятил пьесу, он много чего интересного, конечно, наваял. Вообще плодовитый был, конечно, Булгаков в театральном, не только в театральном смысле. Сталин его защищал, несмотря на какие его антисоветские выпады, нелюбовь к советской власти, Дни Турбиных, которые шли очень много раз во Мхате. Ну, насчёт того, что Сталин там 15 раз был на спектакле, это вроде бы легенда, на самом деле он раза три, может быть, был, и сказал, что да, Булгаков, конечно, не наш, но при этом он его всегда защищал, и когда Булгакова уволили из всех театров, именно Сталин позвонил Булгакову домой по телефону и сказал, что восстановят его во всех его социальных правах. Ну, Сталин, мы уже говорили по поводу Сталина, Сталин, в общем-то, понимал о этих вещах, и недаром общение, конечно, общение с Гурджиевым дало себя знать, и, конечно же, он понимал, что в этом есть очень серьёзный смысл, и поэтому эта мистика, это как бы в нашем понимании какое-то такое непознанное, неведомое, но это, ну, не чёрную, но белую сторону надо было бы знать, конечно. Да, я согласна. Мне вот, я не знаю, многие, конечно, ситуации, которые происходили... У нас есть, прости, пожалуйста, у нас есть звонок в студию, давайте спросим, да. Алло, да, приглушите, пожалуйста, приёмник и говорите. Алло? Да, слушаем вас. Алло, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, говорите. Алло? Да, Анна, говорите. Алло? Да, я думаю, что... Алло? Да, да. Обессмысленно. Ну, алло, алло, надо нас слушать, наверное, всё-таки в режиме телефона, да, а не по интернету. Ну, и всё-таки, если вы будете слушать нас в режиме телефона, тогда вы должны перед этим выключить радио, и уже после этого позвонить и задать свой вопрос. Ну, хорошо. Продолжаем. Ну, вот у нас есть звонок, может быть, сейчас получится. Здравствуйте, да, слушаем. Здравствуйте. Вы не могли бы ответить треугольник, треугольник, боже мой, треугольник Булгаков, Сталин и Пастернак? Ведь Сталин звонил Пастернаку, узнать, что он считает о Булгакове. Простите. Аркадий, можешь повторить? Да, да, что Сталин звонил Пастернаку узнать о Булгакове. И вот немножко об этом треугольнике. Сталин, Булгаков, Пастернак. Его мнение, он хотел его мнение очень. Мнение Пастернака о Булгаке. Да, и Пастернак его как бы заложил. Что вы можете сказать об этом? Да, спасибо, интересно. Спасибо, да, спасибо, хороший вопрос. Но, скажем так, Булгаков уже, как я уже и говорила, не пользовался любовью своих коллег, и Пастернак, ну как, заложил? Ревность была, творческая ревность, потому что они, конечно, общались, допустим, вот Маяковский, Булгакова не понимал в политическом смысле, но они прекрасно играли в бильярд. То же самое с Пастернаком, в общем, ну, сказать, что их связывала Булгакова с Пастернаком, какая-то слишком большая дружба, так нет, но все это литературные круги, и Пастернак, ну, я сейчас не хочу, скажем, судить никого, просто они оба были, в общем-то, наверное, не слишком большими любителями советской власти, но у них были серьезные расхождения идеологические, и Пастернак, как бы это правильно выразить, ну, на мой взгляд, был несколько слабее характером, что ли. Ну, тоже нельзя так квалифицировать этот момент. Булгаков был очень дерзкий, он был просто, ну, извините, наглым, несмотря на все свое воспитание, интеллигентность, он всегда говорил все, что он думал, старался, во всяком случае, при этом сохраняя великолепные связи, и жены его всегда обладали прекрасными связями, и Булгаков был обеспеченным человеком, ну, вот, скажем, на фоне Пастернака его можно было бы, наверное, назвать богачом в каком-то смысле, потому что Булгаков жил всегда в очень хороших квартирах, которые умели выбить для него его жены, начиная с первой, вот, Лапа выбила нехорошую квартиру, да, она нехорошая была, но она была в послереволюционной Москве, Белозерская ему Пироговку выбила, а Шиловская ему выбила несколько квартир, в том числе на Арбате, в очень хорошем месте, и, в принципе, у Шиловской сестра была личным секретарем Немировича Данченко, то есть Булгаков был в каком-то смысле более социально успешен, ну, если об этом был вопрос, да, почему Пастернак сдал Булгакова, при том, что, в принципе, они не были врагами. Можно это так объяснить, но для этого нужно быть литературным критиком, историком очень глубоким, да, для того, чтобы судить и понимать все хитросплетения их взаимоотношений. Я, наверное, не возьмусь. Я, наверное, могу сказать, что всё-таки Пастернак был, тем не менее, достаточно жёстким человеком и считал, что его мнение, без сомнения, самое главное. Он не принимал других мнений, и если он что-то... Он мог подвести, короче говоря, под своё мнение, как бы сказать о том, что это объективность, объективность, пользуясь своим вот таким очень и очень, может быть, словом, то есть популярностью и так далее, и авторитет. Вот, хотя на самом деле это было не так, то есть это действительно была ревность, тут даже разговоров нет. Ну, писатели вообще надо сказать, что друг о друге о творчестве друг друга обычно только в эпитапиях хорошо отзываются. Да, 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 это правда, да. Ну, кстати, в отличие от Булгакова, он прожил достаточно продолжительную жизнь относительно его. У нас есть звонок, да, пожалуйста. Алло, алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, я опять насчёт Булгакова. Я имела в виду то, что Булгакова, как бы он хорошо не жил, я не знаю точно, честно говоря, но он нуждался, и он написал Сталину несколько писем, и он ждал от него ответа. И Сталин решил ответить ему на последнее письмо. И в поисках этого ответа он позвонил Тастернаку, где тот его сдал. Что вы имеете в виду сдал? Ну, он небрежно говорил о нём с пренебрежением, неуложительно. Он хотел узнать его литературную весомость у Пастернака. А Пастернак... Ну, понятно. Ну, видите, видимо, не совсем сдал. Не создал эту картину, кто есть Булгаком. Ну, понятно. Да, но Сталин всё равно его защитил, и он его за руку привёл в Амхат. Да, да, конечно. И что касается нужды Булгакова, да, потому что Сталин, по-другому, был, естественно, мудр в твоей должности и честен. И где-то честен, и он был честен насчёт Булгакова, потому что такого таланта там не с кем сравнилось. Ну, смотрите, первое, почему он обратился? Обратился, поскольку всё-таки Сталин не специалист в литературе, правильно? Естественно, нормальное желание получить информацию, а Сталин умел анализировать информацию очень-очень хорошо. То есть он спросил, узнал, и мы же не знаем, может, он ещё у кого-то спросил и узнал, но он сделал свои выводы. Может быть, он так любил Пастернака, что он понял, что что тот скажет, он сделает наоборот. Ну, нюансов... Ну, это, скорее всего. Да, нюансов здесь много. Я думаю, что Сталин был высокообразованным человеком. Конечно, естественно. Потому что он читал, и что он говорил, и его речи... Ну, и статьи по филологии он писал, если помните. Конечно, да. Да, конечно, его, я не знаю, по лингвистике читал весь мир, не только. И там было много интересного. Дорогие друзья, мы вынуждены, просто вынуждены, это действительно очень интересно, да, но у нас просто, наш эфир подходит к концу, причём никаких, скажем, указаний на это чуть нет, но я просто наблюдаю за эфиром, и, тем не менее, мы, как говорится, с болью в сердце, должны прерываться вот на этом интересном эфире. Но, ещё раз, после приезда Эльзы землеобетованной, куда она вскоре уезжает, я надеюсь, что мы с ней ещё раз встретимся, и не раз, мы встретимся в нашем эфире. Эльза, огромное спасибо. А ты можешь сказать, кстати, в субботу ты не сможешь присутствовать, правильно? Или сможешь, теоретически? Не могу пока сказать. Ну, наверное, смогу. В субботу, наверное, смогу, потому что я не буду связана с компьютером, а по телефону, скорее всего, да, смогу. Хорошо, мы на эту тему поговорим. Вот, уже показывают, уже надо, да, приступать к нашей программе. Я очень многого не рассказала, немножко ушла в дом. Обязательно поговорим. Кто хочет узнать, как мы поговорим с Эльзой, Эльза, спасибо большое, всего доброго. Спасибо большое. Удачной поездки. Ну, и мы заканчиваем нашу программу. У микрофона был Майкл Мелехов. Телефон 847-22-699-56. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова